Всех вас приветствую, дорогая Церковь! Очень прекрасно всех вас видеть в это утро. У нас сегодня есть уникальная возможность помолиться еще раз за наших детей. У нас есть родительская молитва за наших детей. И для этого я хотел предложить нам такую тему. Что Бог делает, когда родители молятся? Мы часто думаем, когда мы молимся, то польза только тому, за кого мы молимся. Но сегодня я хотел обратить внимание на то, пользу, которую мы сами получаем, когда мы молимся. Потому что Бог очень много хочет сделать для нас самих. Если мы молимся, то Бог будет нас самих менять. И для этого я хотел предложить нам текст из Евангелия Матфея, 7 глава, 7 стих. И ниже немножко. Евангелие Матфея, 7 глава, 7 стих. Я думаю, это знакомое место. Но посмотрим здесь, что Господь хочет нам сказать сегодня. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Вот такой текст, на который я хотел обратить внимание, но больше я хотел обратить внимание на первый, вот этот стих, который мы прочитали. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Здесь мы видим три глагола – «просите, ищите и стучите». Вот это связано с молитвой, и вот на это я хотел сегодня обратить внимание коротко с вами. Я думаю, мы как родители, когда мы становимся родителями, мы по-настоящему начинаем понимать важность молитвы, потому что без Божьей помощи мы никогда не сможем правильно воспитать своих детей, и мы понимаем, когда они начинают расти, что только Бог может влиять на наших детей так, как Он может, а мы только можем делать все с нашей стороны. Первая мысль, которую я хотел предложить для нас – это, когда мы просим, это дает нам правильные желания. Когда мы просим, это меняет наши желания. Вот Господь нам говорит здесь – «просите, и дано будет вам». Братья и сестры, Бог не может отвечать, если мы не просим. Он хочет, чтобы мы просили, Он хочет открывать нам свою волю, но если мы не просим, то Господь не будет нам отвечать. Знаете, я думаю, самая большая проблема – это не то, что Бог не отвечает на молитвы, но что является, что молитвы, они остаются непроизнесенные, что мы просто не молимся так, как Господь хочет, и тогда Он не отвечает. Потому что апостол Яков говорит в 4.2, знакомый тоже нам текст – «Желайте и не имейте, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, припирайтесь и враждуйте, и не имейте, потому что не просите». Господь хочет, чтобы мы просили. И только Бог может знать, вот сколько молитв остались неотвечены, потому что мы просто их не произносили. Вы вообще задумывали когда-то, почему Господь хочет, чтобы мы молились, если Он уже все знает? Я с этим много переживал, много думал об этом, но Господь же все знает, зачем нам вообще молиться? Но Господь, Он хочет, чтобы мы имели вот эту нужду в Боге. И мы увидим сейчас, почему это так важно. Вот если открыть немножко раньше, одну главу раньше, 6 глава, 7 стих, Матфея, там сказано, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. И не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Господь уже все знает, но Он говорит, вы все равно должны просить. Молясь, Он говорит, молитесь, но Господь все равно все знает. Но тогда вопрос, почему мы должны молиться? Знаете, братья и сестры, Бог знает, в чем мы имеем нужду, но мы должны все равно просить. И хотел предложить нам причины, почему мы не должны молиться, братья и сестры. Мы не молимся для того, чтобы Бога чем-то угодить, нашими прекрасными словами, как здесь мы слышали, что язычники, они пытались это делать в многословии, прекрасным красноречием своим угодить. Господь хочет простоту наших, просто открытое сердце. Мы также не стараемся донести Богу какую-то информацию, которую, может быть, Он не знает. Бог все знает. Что тогда Бог хочет? Бог хочет, чтобы мы Его пригласили в нашу жизнь, в наши переживания, в наши страдания, все, с чем мы переживаем. Господь, Ты видишь, мой сын болеет. Мы приглашаем его в это, чтобы Господь стал участником, потому что Господь сам, Он не будет вмешиваться, если мы не просим Его об этом. Да, иногда Господь все равно, даже если мы не просим, Он будет действовать, но первое всего, Бог хочет, чтобы мы просили у Него, чтобы мы пригласили Его в нашу жизнь. Еще я хотел предложить три причины, почему мы должны просить у Бога. Во-первых, братья и сестры, мы должны это делать ради близкого общения, потому что, когда мы молимся, Господь, Он входит в общение с нами, мы хотим иметь близость. Когда мы с друзьями хотим о чем-то поговорить, мы имеем общение с Ним, и это сближает нас. Также, когда мы просим ради личного возрастания, когда мы молимся, то мы думаем, мы молимся за кого-то, и это повлияет на того человека, но на самом деле это действует больше на нас, потому что через молитву мы тоже растем, и мы становимся ближе к Богу. И последнее, это то, что ради нашей зависимости. Братья и сестры, вы подумали когда-нибудь, вот если бы Бог, зная все, давал нам все, что нам нужно, какие мы стали бы эгоистами, мы думали бы, вот все у нас так хорошо, потому что мы такие хорошие, и все у нас всегда будет прекрасно. Даже не нужно о ничем переживать, потому что Бог все дает. И поэтому Господь говорит, просите, потому что Он хочет, чтобы мы чувствовали свою зависимость от Бога, и никогда этого не забыли. Но знаете, дьявол, он всегда хочет попрепятствовать нам. Знаете, дьявол не может повлиять на Бога так, чтобы Бог не ответил на наши молитвы. Он будет пытаться с нашей стороны что-то сделать. Если мы молимся, то Бог ответит. Но дьявол будет пытаться делать наоборот, он будет пытаться остановить нас, чтобы мы вообще не молились. И когда мы не молимся, тогда Бог и не отвечает. Потому что дьявол будет говорить, ну ты недостоин, ты уже столько много раз в этом согрешал, ты столько много раз падал здесь, столько раз ты уже постаряешь ту же самую ошибку. Но мы должны все равно молиться, братья и сестры. Но кто-то из нас может сказать, ну я молюсь уже много лет и нету какой-то пользы. Но мы должны заметить, что это не конец этого стиха, что стих продолжается. Здесь мы посмотрели, просите, и дано будет вам. Мы смотрели, когда мы просим, это меняет наше желание, но дальше этот стих продолжается. Второе, братья и сестры, когда мы ищем, когда мы ищем, это дает нам правильное направление, это направляет нас к Богу, направляет нас на волю Божию, на то, что Господь хочет. И иногда вот мы просим, и мы понимаем, что-то не хватает, нет ответа, тогда мы смотрим на себя, может быть в нас какая-то ошибка, в нас какая-то причина, почему Господь нам не отвечает. Знаете, прощение, оно всегда связано с исканием. И когда мы чего-то ищем, мы понимаем, что есть ценность в том, чем мы ищем. Или мы, например, знаем, есть какая-то неизвестность, и мы тоже об этом это ищем, и хотим найти волю Божию. Братья и сестры, что мы ищем, когда мы молимся? Что это дает нам? Во-первых, братья и сестры, мы можем искать волю Божию, потому что иногда мы просим, и сами Господь не отвечает, потому что это не Его воля. И через вот этот акт молитвы мы понимаем, что Господь может менять нас, нашу волю, чтобы наша воля стала подобна воле Божией, потому что Господь отвечает, не хочет нам дать то, что нам не полезно. Иакова, 4 глава, 3 стих, говорит, «Просите и не получаете, потому что просите и не на добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений». То есть мы просим неправильно, часто, и Господь нас меняет. Второе, что мы ищем в молитве, это когда мы ищем присутствие Божие, мы ищем, чтобы Господь нам открывался. И Яков немножко дальше в этой главе говорит, 6 стих, он говорит, «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Господь нам говорит, вот приблизитесь, имейте вот эту нужду в Боге, ищите Бога, и Он приблизится к вам. Это вот второе, что мы ищем в молитве, мы ищем, чтобы Господь открывал свое присутствие нам. И третье, мы ищем силу Божию, когда у нас уже нет никакой силы, мы просто падаем перед Богом, говорим, «Господи, дай нам свою силу, помоги». И в пятой главе Иакова тоже вот есть такая мысль, пятая глава, шестнадцатый стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». Что Господь дает нам эту силу, когда мы ищем, когда мы стараемся открывать свои желания перед Богом. Просетство, иногда я прошу у Бога, «Дай мне» или «Ответ на молитву». Но Господь иногда говорит, «Я тогда…» Мы ищем какую-то волю Божию, но Господь нам не отвечает, тогда мы начинаем искать в себе, может быть, во мне какая-то причина. Вот пример такой, это когда мальчик, может, уже мужчина, полюбил какую-то девушку, и он хочет завести с ней отношения. Он, если даже один раз, он попросил, «Ну, давайте встретиться, познакомимся», если она отказала, если он ее сильно любит, он еще обязательно подойдет второй раз, он, может быть, что-то изменит, может быть, он не так подошел, может быть, он даже третий раз, если она откажет ему, он обязательно еще раз подойдет, и, может быть, он увидит во мне какая-то ошибка, может быть, я не так выглядел, может быть, я не причесался, может быть, я не подухарился, или что-то сделал не так. И когда мы изменимся в чем-то, то Господь обязательно тогда… И так же самое и Господь изменяет нас, то может девочка согласиться. И этот мальчик, он понимает, что проблема была не в девушке, но в себе, и он начинает изменять себя. И так же самое в молитве, когда мы молимся, и может, кажется, нет ответа, тогда Господь говорит, смотри в себя, может быть, тебе нужно самому измениться. Братья и сестры, молитва – это не когда мы стараемся сломить Божью волю под себя, но когда мы хотим, чтобы Божья воля проявлялась в нашей жизни. Вот мы посмотрели, когда мы ищем, это дает нам правильное направление. Молитва направляет нас к правильной цели. И последнее перед нашей молитвой, братья и сестры, это когда мы стучим, это показывает наше постоянство. Когда мы стучим, это показывает нам наше постоянство. Здесь говорится, стучите и отворят вам. Стучите и отворят вам. Братья и сестры, когда мы молимся, мы знаем, что Бог по-разному отвечает. Иногда Бог сразу, напрямую отвечает. Он так отвечает, что бессомненно, мы понимаем, что это есть ответ Божий на молитву. И я даже хотел рассказать такое свидетельство, то, что с нами произошло буквально неделю назад, или даже немножко меньше. Как Господь очень быстро отвечает на молитву, и это очень видно. Когда мы о чем-то просим, Бог отвечает. У нас есть сын младший, его зовут Авенир, ему 5 лет, и он много болел за свои 5 лет, он переживал, особенно у него была проблема с ушками. Мы делали разные процедуры, вставляли трубочки и разные такие вещи, чтобы у него не было инфекции. И вот за последние, может, 2 месяца у него образовалась дырочка в ушке, которая не заживала. И она очень была опасна, потому что если туда что-то попадет, это очень большая, может быть, проблема, инфекция. И доктора смотрели, что она не заживает. Уже 2 месяца прошло, и они посмотрели, еще раз позвали его на прошлой неделе, посмотрели, да, точно, не заживает эта дырочка, надо делать операцию. И все, они его позвали. 3 дня назад вот была у нас процедура такая, вот доктор усыпил его, все уже приготовлены, все инструменты. И когда доктор начинает смотреть туда своими в ушко, он увидит, что совершенно ничего нету. Глаза такие большие. Что случилось? Как это может быть? За 3-4 дня не могло так она зажить, и что нету никакой болячки, ничего. Как это может быть? Он смотрит, может, не то ушко перевернул. Нет. Он говорит, позвал даже другого специалиста, говорит, при моей практике никогда еще такого не было, что вот такая дырочка может зажить без осложнений и вот так быстро за несколько дней. И мы понимаем, что это действительно был ответ Божий на молитву. И к нашему удивлению, когда наш сыночек, он проснулся после наркоза, он первое, что говорит, он даже не слышал разговор с доктором и с матерью, он говорит, меня Иисус исцелил. Интересно, ну да, может по-детски так. Но потом он действительно говорит, да, Господь, я чувствовал в своем сердце, что Господь ко мне прикоснулся, когда я спал, и такая у него улыбка была, что никогда такого еще не было. Действительно, Господь как-то его особо прикоснулся и прикоснулся к нему и исцелил его. Бог иногда так отвечает, но Бог иногда отвечает совсем по-другому. Он не дает нам то, что мы просим, Он дает нам что-то лучше. Мы просим об одном, но Бог, зная наперед, Он дает нам еще что-то лучше. Иногда Бог дает нам ответ «нет» и говорит, для тебя это не нужно, и Он не дает нам то, чего мы просим, потому что Бог знает самое хорошее. Но есть еще четвертая категория, как Бог может отвечать. Он иногда говорит, он не говорит «нет», он просто говорит, его молитва задерживается, ответ на молитву, вернее, задерживается. Он хочет ответить, но он хочет видеть в нас наше вот это постоянство, он хочет видеть вот эту неотступность в молитве, Господь хочет. И я думаю, вот большая категория наших молитв находится здесь, потому что мы молимся, и вроде не видно, но Господь именно вот этим проверяет нас, особенно когда мы молимся за наших детей, и те, кто уже, может, взрослые, молимся за взрослых детей, которые еще не обратились. То же самое, вот эта молитва, она задерживается, и Господь хочет, чтобы мы продолжали, были настойчивы, чтобы мы не сдались. Вот раз-два помолились, и все, раз не ответил, значит, не нужно молиться. Нет. Братья и сестры. Один очень хороший пример, иллюстрация – это когда Иисус говорил о том друге, который стучал в дверь ночью, чтобы друг дал ему хлеб. Давайте мы прочитаем эту короткую историю и увидим, как это связано с этим. Евангелие Луки 11, глава 5 стих. Луки 11, глава 5 стих, там сказано. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною в постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам». Мы здесь видим такую историю, что в то время, в библейское время, если кто-то пришел на гостеприимство, и нечего предложить, это, как считалось, самый большой грех. И как это можно не предложить кому-то хлеба даже с дороги? Понимаем, не было никаких забегалок, не было гостиниц. Пришел человек, нужно накормить. И тут этот друг идет к своему другому другу и говорит, «Дай мне хлеб». А тот уже, ну, мы понимаем, в то время, может, не так было легко двери запирать, никак у нас повернуть защелку. Там, может, какой-то целый процесс был, закрыть дверь, все, на ночь уже мы не можем открыть. А он продолжает стучать, он стучит. И уже вроде может думать, дети проснутся, сейчас животные начнут там просыпаться, собачка начнет гавкать, другие соседи будут просыпаться, а тот продолжает стучать. И он уже говорит, ну, все, все, не стучит, только дам хлеб, только не стучи, а то сейчас все проснутся. И вот Господь здесь говорит по неотступности его. Господь не говорит, что он не хочет нам дать, но он хочет видеть в нас вот это желание, вот это постоянство в молитве. Мы знаем, вот тоже в Ветхом Завете была прекрасная картина этого. Это Илья, когда он молился, помните, в 3 Царств 18 главе он молился о дожде. И он молился один раз, отрок пошел, ничего не было. Второй раз, третий раз молился, четвертый, пятый раз молился, и даже шестой, и ничего нет. Уже можно было бы по-человечески сказать, ну, может, не сейчас, надо подождать другое время. Нет, он еще один раз молится, на седьмой раз только мы видим, что Бог послал вот это облачко в ладонь человека, и тогда только пошел дождь после четвертого, а седьмого раза, вернее. Или вот когда Даниил, вот помним, что ответ на молитву задержался на 21 дней, тоже вот если бы он раньше прекратил молиться. Но он был постоянен, он был неотступный в своей молитве, и Господь отвечает. И поэтому мы должны молиться. Но, брат и сестры, тогда вопрос такой, когда вообще можно остановиться молиться? Можно когда-то сказать, все, я не буду об этом молиться? Мы можем прекратить молиться тогда, когда Господь ответит. Мы можем поблагодарить Бога, но это уже нужды нету молиться, когда Господь ответил на эту нужду. Или другая причина, это когда Господь конкретно скажет, нет, это не твоя воля, и я не буду отвечать, как апостолу Павлу Господь сказал, нет, я не буду убирать это жало в плоть. И апостол Павел уже потом не молился об этом. Братья и сестры, вот мы порассуждали об этом, вот в этой истории, в этом седьмом стихе. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И вот заключение перед нашей молитвой, я хотел вот напомнить нам, что вот никто не должен стать родителем, если он не научится первым молиться. Но если вы еще не научились, когда дети подрастают, они обязательно заставляют нас молиться. И это важно. Молиться, просите, и стучите, ищите, и стучите. Знаете, когда мы просим, это меняет наше желание, Господь меняет нас изнутри. И когда мы ищем, это Бог направляет нас на правильный путь. И когда мы стучим, это показывает наше настойчивость, постоянство, что мы не хотим оставить, вот даже если Господь год, два, три не отвечает, мы будем продолжать молиться, потому что мы знаем, что Господь хочет, например, спасти человека, за которого мы молимся много лет. Братья и сестры, если Бог не даст нам сразу ответ, не переживайте, потому что иногда Он дает что-то намного лучше, и мы просто должны довериться Богу. Но вот это все, о чем мы рассуждали, оно только относится к тем, кто могут обратиться к Богу во имя Иисуса Христа. Если вы не знаете Его как Спасителя, то все вот эти обетования, они не относятся к вам сегодня. И у вас есть эта возможность. Если вы не знаете Господа Иисуса как Спасителя, вы можете сегодня попросить, чтобы Господь вошел в ваше сердце, потому что мы не можем просить, если мы не знаем того, который спасает нас от наших грехов. Да поможет нам сегодня Господь. Мы сейчас обратимся в наших молитвах за наших детей, за наших семей. Поблагодарим нашего Господа. Слава Ему за все. Аминь.